Девушки отдыхают Конечно. Давай прочтём вместе. Убедись, что я тебя не обманула. Пожалуйста. Читай. Почему ты злишься? Я не злюсь. Давай читать. Ты злишься на меня. Злюсь, но я контролирую себя. Как всегда, когда ты начинаешь меня выводить из себя. Давай покончим с этим раз и навсегда. Уже поздно, а мне завтра на работу. Так ты не будешь ужинать? Нет, спасибо. Я тебе благодарна за предложение, но большое спасибо. Ты первая начинаешь. Хватит, Йохан. Бесполезно обсуждать это сейчас. Давай, положим это в конверт, заберёшь бумаги домой, и вы с Паулой прочтёте всё, что вам нужно. Главное убедиться, что я вас не обманула. Держи. В чём дело? Не в чём. Пару минут назад мы были лучшими друзьями. Знаю. Не забудь о дне рождения Евы. Разве я забывал? Нет. Это потому, что я тебе всегда напоминала об этом. Ты заплатишь за её поездку во Францию? И сколько же? Две тысячи крон. Невероятно. Это даже не обсуждается. Тогда попроси свою маму оплатить поездку. Но я и так уже слишком много занял. А я заплатила за врача Карины. Это тоже недёшево. Но разве она не бесплатно лечит судантиста? Она отказывается ходить в эту клинику. Пусть Ева отменит свою поездку. Это пойдёт ей на пользу. Научится тому, что в жизни нельзя получить всё сразу. Она испорчена. Она не умеет себя вести в обществе. На прошлой неделе она навещала мою маму и вела себя отвратительно. Это мама сказала? Господи. У Евы сейчас трудный возраст. Не давайте курам командовать петухами. Они любят меня, уверены во мне. И за это я им благодарна. И мне всё равно, как они себя ведут в обществе. Это меня меньше всего волнует. Передай ей, что я не смогу оплатить поездку. Тогда скажи ей сам. Почему? Ты всегда рядом с ней. Я и так выплачиваю вам деньги, а сам гол как сокол. Почему я должен оплачивать ей поездку? И в бумагах об этом не написано. Не так ли? Дети тут ни при чём. Ты сам от нас ушёл. Не думал, что ты так скажешь. Прости, ради Бога. Придётся мне самому с ней поговорить. Проблема в том, что мы не разговариваем. Когда она приезжает ко мне в гости, то постоянно читает свои комиксы. Или просто сидит в кресле и смотрит телевизор. Говорит монотонно, как будто полная идиотка. Паула не может выудить и слова из неё. Единственное, на что она реагирует, так это на деньги и билет в кино. Но зато часами болтает по телефону со своими дружками. Да. Вот такие вот дела. Что за глупости? Ты как ребёнок. Просто ерунда. Это же глупости. Я не удивлён. Они должны быть благодарны мне, потому что я их отец. Если бы не было меня, не было бы и их. И вообще, я отказываюсь играть роль денежного мешка. Я заслужил право ненавидеть их, так же, как они мне. Почему ты молчишь? Я просто подумала. Подумала? Раньше было по-другому. Твоё поведение по отношению к девочке. Ты был так рад, когда они были маленькие. Ты всегда хотел, чтобы у Евы был брат или сестра. Ты помнишь, как ты заботился о них? Ты мне помогал в их воспитании. Мы всё делали вместе. Нашим мамам даже не приходилось за нами присматривать. И они были просто в отчаянии. Ты всё своё время проводил с детьми. Ты им читал, помнишь? Ты был такой добрый. И терпеливый. Намного терпеливее, чем я. Ты помнишь, как ты волновался, когда они заболели? Ты заботился о них лучше меня. И знаешь, они тебя любили. Помнишь, как мы проводили вместе субботние вечера? Что произошло? Что мы сделали не так? Когда дети стали неважны для тебя, а ты безразличен им? Куда делась вся любовь? Вся наша радость? Дети выросли, отношения разрушены, любовь исчезла. Так же, как страсть, дружба и близость. Так оно и есть. Со временем мы обозвелись. Накопилась злость и обида. Как ни печально, но это правда. И некуда деться от этого. Мы эмоционально безграмотные. Нас учили анатомии по каким-то африканским методам, так сказать. Мы выучили математические формулы наизусть. Но никто не научил нас понимать душу человека. Этому трудно научиться. Нужно самому пройти через это. Похоже, пора заканчивать мою лекцию. Не хочешь еще коньяка? Давай. Потом решим, что будем делать с ужином. Я не согласна с тобой.